Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня обзор и отзыв на довольно необычную книгу в моей библиотеке. Это Сёрлинг Кьер Кегар. Философия за час. Это книга вот такой тоненькой толщины. Тут буквально может быть 100 страниц, если не меньше, меньше, 90... 94. В этой книге очень коротко автор Пол Стреттерн, он излагает жизнь и творчество Сёрлина Кьер Кегара. Это датский мыслитель первой половины 19 века. Или, как его сейчас бы назвали, создателя экзистенционализма. Но когда Кьер Кегар писал свои труды, это страх и трепет, понятие страха, болезнь к смерти и другие труды, то никто из его современников не называл его родоначальником экзистенционализма, нового течения философии. Это довольно интересный приём в философии и социальных науках. Когда какой-то человек является первопроходцем, то никто его не называет именно первопроходцем. Он просто учёный, он просто философ для современников. Как, например, Кьер Кегара называют сейчас родоначальником экзистенционализма, а Конрада Лоренца, Нобелевского лауреата, называют этологом. Хотя, когда он исследовал животных, поведение животных, и публиковал свои статьи, никто из его современников не называл его этологом. То есть, это вот такая вот интересная особенность, называние кого-то. Значит, как я уже сказал, здесь буквально на 100 страницах, даже меньше 90, там 91 страница, посвящены жизни описанию и очень короткому обзору идей философии Кьер Кегара. И особенность самого Кьер Кегара, я опять же затрону именно личность этого человека, в том, что он писал и публиковал свои работы в философских журналах под чужими именами. Там Йоган де Силенсио, или, например, так, сейчас, Силенсио, Иоханнес де Силенсио, другими именами. Я сейчас уже точно не... Я сейчас буду долго искать эти имена, не буду тратить свое и ваше время. И вот в одних, в каких-то из своих очерков, вот эти люди, все выдуманные персонажи, которые, под которыми, под псевдонимами, которыми публиковался Кьер Кегар, начинают спорить друг с другом. То есть, один персонаж, там, Йоганнес де Силенсио говорит одно, другой персонаж под другим псевдонимом говорит другое, и так далее. И вот они спорят друг на страницах философских журналов. В общем-то, это и больше, более длинного обзора на такую короткую книжечку и, наверное, и не требуется. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик уведомления. Поставьте все уведомления на колокольчике. А я к вам обязательно вернусь с новыми обзорами. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч.